Ребятки, всем доброе утро! У меня наконец-таки завтрак. Первый завтрак был кофе с молоком. Сейчас время полдесятого. У меня завтрак. Чай с блинами. Сегодня ночка была прям опять не очень. Сенька плохо спал. Плохо. Ты хочешь блин? А, да. Сейчас, да. Вот Сенька плохо спал. Так, не надо этот крем еще этот крем нельзя, а другой можно. Так, о чем я там? А, Сеня плохо спал. Сема нормально было все у него ночью. Вот. И проснулись мы в семь по будильнику, который у Сережи. Вот этот Сема крем. Это было, конечно, нечто. Давно мы с ней не пропали. Но обычно мы где-то там, что там сам встаем. Да, когда Сережа уже уходит. А зачем тебе это? И сегодня Сема себя плохо ведет и он остался без мультиков. Я выключила ноутбук. Обычно он сам включает. Ну, спрашивает и включает. А сейчас я выключила ноутбук и розетки и он сегодня без мультиков. Не знаю, насколько. Но до дневного сна точно. Мам. Ау. Нет. А-а. Нет, ты себя плохо ведешь. Я. И он из-за этого сейчас капризничает, ноет постоянно. Но быстро нашел чем себя занять, когда переключился и от мультиков. А Сеня поспал всего лишь 35 минут, но все это время он спал у себя в кроватке. Но я это время потратила на то, чтобы успокаивала Семена. Эй, куда полез? Я сейчас вообще уберу. Ты куда? Задание? Хорошая идея. Ребятки, у нас просто сегодня какой-то бешеный день. Не знаю, как это описать, но все утро. Сема истерил. Ну, во-первых, то, что я не разрешала мультики. Во-вторых, потому что мы пытались все утро, вот не знаю, там с 10 и до 12, до ухода на сон, подстричь ногти. Это просто была истерика. Еле как мы это сделали. Да. Через слезы, через через не могу, через не хочу. В итоге я потом уложила детей. Еще я не могла нормально Сеню уложить. Он поспал мало в первый свой сон, а когда пришлось его на второй сон укладывать, когда еще Сема не спал, у нас начал сосед застилкой сверлить. Не сверлил, не сверлил. Он такой, ну на тебя. И просто в этом шуме Сеня не спит. Бибик. Блинчик? Ага. Сейчас даем. Сеня не спит, Сема истерит, сосед застилкой сверлил. Такой, божечки, когда же вы ляжете спать? В итоге всех уложила, переложила, но влог не успела нифига смонтировать. Я полвлогу смонтировала, и все, он уже проснулся. Все, я готовлю кушать. Сейчас иди, пожалуйста, посмотри мультики, пока я тебе разрешила. Сейчас я ему разрешила мультики посмотреть, но, как видите, не идет. Господи, не знаю, когда влог я смонтирую. Сегодня или когда-нибудь. Все, надо покушать, приготовить. Что ты хочешь сделать? Ну, здравствуйте. Здесь на черке натирай, вот так вот, смотри. Смотри, только аккуратно вот так берешь, вот так. Ну, все, мы решили поесть яйца. Короче, я готовлю кушать. На вот этой, на большой зайчик, на этой. Сеня в шезлонге тоже проснулся, они одновременно проснулись, но вот, как я уже сказала, я не смонтировала. Ну, кака. Угу. Короче. На-на. Ой, весело. Ну, ничего. Сейчас погулять ходим, надеюсь, Сеня уснет там подольше. Хотя он сейчас, в принципе, тоже полтора часа поспал, это нормально. Но я ничего спела. Мамок. Давай, помогай. С тем помощником дольше делать все. Второй помощник пока лежит. Сем, ты натирай яичко давай. Еще вчера была просто какая-то битва за ребенка. Шучу. Обязательно говоря, просто. На выходных в субботу должна была забрать моя мама Сему и увезти там к себе. Он у нее бы погостил, а мы бы съездили в домик. Кстати, я не знаю, еще под вопросом. По-моему, что-то там не складывается, и мы никуда не поедем. Надеюсь, что поедем. С друзьями. Вот. И у мамы там немножечко по графику не сходится. Ну, потому что непонятно, как она будет отдыхать. И мне пишет Сережина мама. Хотела, чтобы Сема погостил у них в гостях, чтобы они забрали его в пятницу и до воскресенья. Воскресенье привезут после обеда или когда. Я такая, о, вот это совпадение. В итоге я все уточнила у всех. И на этих выходных Сема поедет к бабушке Гале. А на неделю мама, возможно, заберет Сему, потому что ну, или заберет, или просто к нам приедет. Все, нету яичка. Она потому что нужно будет с Сеней кровь пересдать там и, наверное, опять к офтальмологу, потому что у него глаз вроде прошел, но сейчас опять начал гуманиться. Это можешь съесть. Ребятки, мы дома. И это просто жесть. Я уже выговорилась в телеграмме, но так как я уже остыла, попробую все вам рассказать, что произошло за последние часы, мгновения. Как вы знаете, Сема уже с утра капризничал. Вот. Потом остался без мультиков. Потом опять капризничал. Потом подстригал ногти три часа с дикими орами. Потом это все сделали. Все, дети поспали. Но поспали они мало. Я не успела смонтировать влог. Вот сейчас мы с Семой домонтировали. Он пока сохраняется еще. Вот. Я параллельно занималась опять готовкой. Это было ужасно. Потому что я хотела закончить. А в итоге они все проснулись. Я закончила готовку. Мы собрались на улице. Сема не хотела одеваться. Еле как я его заставила, чтобы он штаны сам одевал. В итоге мы вышли. И через не знаю буквально там пять минут во-первых у меня еще сломалась застежка. Собачка на замке на куточке. И через пять минут пишут в группе в нашего дома, что сработала пожарная сигнализация. И она орет. Все лифты они сразу автоматически вниз едут. Открываются и не работают. Пока их не включат обратно. И вот я такая стою и думаю. И что мне делать, блин? В итоге я спросила, написали, что сигнализацию отключили. Потому что я вот это самое пережила, чтобы не разбудила насилие. Она очень громко орет. И все бы испугался. Ну, короче, я переживала за то, что ее открыт отключить. Ну, как бы на улице не лето, гулять два часа. Но мы прогуляли час. И написали, что ее отключили, но лифты еще не работали. Мне пришлось тащить коляску. Ну, все, мы, естественно, сам поднялся. Он молодец. Без истерик, кстати, домой мы вернулись. Это прекрасно. А вот он поднялся сам. И я такая с коляской еле как ее держу в этом огромном пуховике до самых пяток подняла четыре вестничных пролета. Машина, да. Еле как. Я выдохлась. Ну, потому что эта коляска, не знаю, килограмм двадцать, наверное, весит. Присучила у нас там хлеб, конечно, бананы лежали, но все равно покупки. Давай сделаю. И еще стекло от этой машины. Ой, да, вот так вот мы поднялись, еле как. Я отдышалась, даже до сих пор у меня немного в горликах тяжело из-за того, что какая-то физическая нагрузка сильная была. Но и мне не хотелось оставлять в колясочной коляску, потому что я хотела, чтобы Сеня нормально поспал. Потому что сегодня у него нормального сна как такового не было. Все, ну, что ты к Сене попой повернулся, ему ничего не видно. На, ты с зеркала нашел, о, стекло нашел? Нет. Сеня так любит наблюдать, как Сема играет. Аккуратнее. Ну, чего ему смотреть на твои штаны? Сеня тут голову вверх задирает, он прям на потолок смотрел. И причем, ему сейчас очень нравится лежать на животе, поэтому на спину переворачиваешь, ему не нравится. поворот пока что на половину у него отработан, пока нижнюю руку не может высунуть. А так, я думаю, ну, наверное, как Семка, месяц, три, начнет уже переворачивать. Да ты что? Смотри, машина. Я, кстати, доварила суп. Все, мы опять суп попросили, мы сварили. И думаю, что дня два могу не готовить, а потом в пятницу и все мы заберут, так вообще можно не готовить, но что-нибудь и заказывать. Что? Что это? Нет. Там стекло было. Последнее испытание на сегодня это была застегнуть мою куртку после стирки, потому что за замком какая-то ерунда. Ой, надо находить хотя бы. Я ее хотела, конечно, менять. Ну, блин, не посреди зимы. Короче, дети спят и уложились они на час раньше. Все, мы прям вообще быстро отрубимся. Но давайте-ка я вам расскажу. По-моему, я тут в Телеграме написала. День подходит к концу. Я уже готовилась к тому, чтобы переодевать сень. Ну, я обычно его переодеваю, там на ночь готовлю, сажу в шерлок и Сема ему идем купаться. Так вот, я пошла его подмывать. Сема, как обычно, со мной побежал и встает на свою табуреточку, значит. И то ли он ногу как-то не поставил. Ну, короче, оступился, падает и прям тумбочку вот так вот подбородком. Он себе зубы вроде как целы, но он себе прокусил губу. И прям очень жестко, словно кровище было, и там у него прям внутри такая, ой, кусок кожи висит. Короче, он заплакал, мне пришлось положить сенью, взять Сему, пожалеть его. Ну, сегодня вот так вот его активность закончилась. Все, он потом успокоился, мы сходили в ванную и сегодня Сережа немного задержался на работе, поэтому мне пришлось укладывать детей одной. И я решила уложить немножечко пораньше, ну, потому что, во-первых, я устала от сегодняшних истерик, мне уже хотелось бы просто тишины, темноты, спокойствия. Вот, а во-вторых, то, что Сережа, раз он немного задержался на полчаса, то есть он придет уже в девятом часу, когда нужно укладывать Сему, а Сема не будет ложиться, когда Сережа только пришел, потому что нужно поиграть, побеситься. Вот, в итоге, я так говорю, Сем, все, покупаемся, идем читать сказки. И что вы думаете, мы почитали две сказки, Семочка вообще как миленький сам выключил свет, лег спать. Короче, видимо, он тоже устал донимать мать сегодня. Вот, у меня сейчас уже заканчивается день, наконец-таки. Ух, сейчас нужно немножечко выдохнуть, попробовать повышевать и потом влечь спать. Сейчас буду снимать линзы, потому что сидим, аж в любой момент меня потребовать. Вот, и чтобы потом вышивку быстренько убрать и сразу же покрывать к нему. Еще в душ сейчас схожу, наверное, быстренько. Вот, и все, этот день закончился. У меня такое бывает редко, но сегодняшнего окончание дня я прям ждала очень долго. Мы справились. Завтра еще четверг, а пятницу он поедет к бабушке. Классно. Кстати, он сам уже говорит, я говорю, все, поедешь к бабушке? Он говорит, к какой бабушке? Бабе Галю поеду. Вот, поэтому он уже радостный ждет, и я немножечко выдохну. Но мы с вами увидимся с утра. Всем люблю, целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok